Блин, упало. Бабам! 3000 GT. Мне непонятно одна вещь. Ручки где? Ручек нет. Не открывается вообще. Ждем Дмитрия. А вон он, приехал. О! Есть! Есть! Дима мастер, Дима мастер. В общем, какая ситуация. На этом наши полномочия все. Дальше я занимаюсь с Дмитрией. Всем здорова, соучастники. Позвонил Дима, сказал, что приехал мастер, который делает ключи на машины. И вроде ключ уже готов, и мы готовы ее заводить. Интересно, заведется или нет. Вот стоит, ждет. Все, ключ готов, колеса накачены. И с этой стороны тоже. Причем она стояла лет 5, наверное, в сторже, и колеса полностью не были спущены. Это говорит о том, что хорошие диски и хорошая резина. Дима, ну что, ты ее уже заводил? Да, я ее уже заводил. Уже заводил? С первого раза завелась? Да. Кстати, я так удивился. Ты не поверишь. Ну, но дурняка. Вдруг заведется. С первого раза завелась машина. Заводи. А ну, а ну, интересно. Но вот этот тюнинг мне очень нравится. Вот эти обрезанные фары. Более злая морда получилась такая. Красиво получилось. Давай заводи. Злая морда. Так, а ну. Что за писк? Что за писк? Ух ты, сразу! Как ужасно пищит радио. Надо будет с ним что-то сделать. Ну и как работает? Нормально? Какие проблемы есть с цеплением? Я эту педальку просто продавил, и она упала вниз. Это я, это я. Ну, я понял. Ну, давай отгоним в сторону и помоем. Нам надо ведро для этого и мочалка, и все, правильно? Нет, ты знаешь, у меня есть идея получше. Какая? Сейчас увидим. Неожиданно. Машина простояла столько лет, и так легко завелась. С первого раза, с полоборота. И чаек есть. Все, можно разливать по стаканчикам. Кресла всего два, а нас больше. Предлагаю сделку. Играем в партиечку. Кто проигрывает, моет машину. Легко. Легко? Погнали. Давай, выставляй. Показать тебе, где шампунь. Сама найду. У меня шампунь. Пожалуйста, можно уже все? Точно, там же шаракетки были. Серьезно? А ты не понял, для кого? А ну скажи, хорошее? Нет. Нет? Да, ладно. Давай двигатель зальем тоже. Включай. А так вообще можно? Не знаю. Не знаешь? Капот, капот. Да. На него не лей особо-то. Та уже все залил. А цвет, оказывается, перламутр. И такой слой грязи, что пена не берет. Нужна мочалка. Давай. Посмотри, что происходит. Ангелина, ну кто так моет? Ну, ты же царапаешь воды и больше воды. Все, давай. Можно все ветровое? Все, давай с глаз долой. Давай. Давай. Воды, побольше воды. Перламутровая крыша. Вот так, кстати, выглядит гораздо лучше, нежели ты это делаешь. Согласен, но я тоже поучаствовал. И я. И ты поучаствовал. Устала. Я все. Ты все? Ты видела, что ты наделала? Посмотрите, какая красивая машина. Очень красивый цвет, перламутр. Видно? Как играет на солнышке. Если бы это были труханы какие-то, вот. Лифти. В кадр опа залетела белишка. Красиво. Так, хорошо. Как открыть дверь теперь? Двери закрыли. Ну, а теперь у нас есть ключ, и мы можем попадать сюда через багажник. Да, ну, с салоном придется еще поработать. И починить сцепление. И Дима заказал уже все запчасти на 3000 GT, а мне надо получить документы на машину. Сука. Ну, вот так люди выезжают на трассу сразу в третий ряд. Позвонил Дима, сказал, что машина готова. С пультика открывается, все поменено, все готово. Сцепление работает. Говорит, приезжайте, забирайте, продавайте. Ну, поехали посмотрим. Очень интересно. А, так она даже работает. Он ее завел и оставил. Как шепчет, да? Не получается у меня ее открыть. Вот Дмитрий, вот машина. Всем здорово, соучастники. Вот автомобиль, как открывается, да просто. Берешь вот эту штуку, нажимаешь на кнопочку. Ух ты, ух ты, точно. Прикол. Смотри, чистенькое внутри. Все отмыли, да? Ну, такой старенький запашок еще есть, но ни плесени, ничего. Ну, круто. Готово на продажу, да? Ну, так на, садись, езжай. Прямо езжай? Ну, да. Расскажи, а что по ней было? Главный вопрос, сцепление сделали. Двери открываются, поменено масло. Писк был вот и вот. Убрал. А так, в основном, проблем не было с ней, да? Ты знаешь, да. Завелась она, на удивление. Просто взяла и завелась. Ни с того, ни с сего. Сама ты даже ключ не вставлял. Я фильм такой видел. Все машины устроили революцию и пошли на людей. Ага. Видно, что с двигателем работали, с пузовом работали. А на сигнализацию как поставить? Попробуй ее, открой. А, ну да. Смысл сигнализации, если она не открывается? Ну, прикол. А ту сторону? А, та сторона нет. Та сторона вручную открывается. Та сторона вручную. Ну что, можно проехаться? Ну да. А ну? А ну, а ну. И что? Ух ты! Сразу. Так, хоть бы вспомнить, как она переключается. И у окна все работает, да? И эта сторона. Все работает. Ух ты! Поехал. Говорю, к Евгению назад. А. А. Ну, слушай, отлично работает. Машина работает, все в порядке. Спасибо огромное, Дмитрий. Буквально пару дней машина была готова. Вот, я просто не ожидал, что так будет быстро. И поэтому мы уже готовы ее продавать. Я думаю, что поставим где-то, ну, больше 10. И посмотрим. Не, ну в этом деле ты профессионал в плане продаж, поэтому... Спасибо. Поставим тысяч за 15, тем более, что документов у нас еще нет. Они будут только на следующей неделе. То есть я свою работу сделал, а ты еще нет? А я еще нет. Ну, ставим на продажу тысяч за 15, посмотрим, что будут предлагать. А когда появятся документы на следующей неделе, мы уже будем знать точно, что за нее можно получить. Вот такой план. Отличная легендарная тачка, а стоит как медицинская кровать. Я к чему веду? Помните, мы нашли среди мусорных пакетов этот медицинский стол? Вместе с этим рентгеноборудованием. А, я знаю, что это. Грудью встаньте сюда, возьмите крестик в зубы. Флюорография, да? Ого. И что это? Без малейшего понятия. И оказалось, что это какой-то стол. И я думал, что он будет стоить где-то 3-4 тысячи, а Евгений взял и выставил его за 10. Я спрашиваю, почему ты так дорого выставил? Он говорит, ну так денег больше будет? Тут вообще не поспоришь. В общем, он выставил его за 10 тысяч, и на следующий день какой-то медицинский центр дал офер 7 тысяч долларов за этот стол. Ну, и мы согласились. Вот эта медицинская кровать продана за 7 тысяч. Поэтому я и говорю, что стоят они приблизительно одинаково. Но может быть, немножко дороже. Продажа покажет. А это был короткий видеоотчет о восстановлении GT. Как именно это происходило, включая техническую часть, Дмитрий показал на своем канале. Ссылка есть в описании. Добро пожаловать, кто еще не смотрел. А мы отправляемся на очередные поиски кладов, что и покажем в следующем выпуске. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Я всем желаю крепчайшего здоровья. Берегите себя. Всем пока.